Год назад в Пекине успешно завершились зимние Олимпийские игры. И торжественное обещание Китая международному сообществу вывести 300 миллионов человек на лёд и снег было успешно выполнено. В этом году после зимних Олимпийских игр в провинции Хэлунзян проходят захватывающие мероприятия. Дело Ильтай-снега неуклонно развивается, и энтузиазм всех людей в отношении Ильтай-снега продолжает расти. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине 4 из 5 золотых медальей, завоеванных китайской командой, были получены спортсменами из провинции Хэлунзян, вклад в золотых медальей составил 44,4%. Хэлунзян заняла первое место среди всех провинций Китая и совершила нулевой прорыв для Китая в нескольких видах. По сей день церемония открытия остается незабываемым временем. В этом зрелище запомнилось и много великолепных сцен из провинции Хэлунзян. Провинция Хэлунзян использовала достижения земных Олимпийских игр как ресурсы для развития, с тем, чтобы успехи на Олимпиаде стали достоянием всего народа. Создала демонстрационную зону ледовых и снежных видов спорта Китайской Шанхайской Организации Сотрудничества. Успешно провел 9-й национальный массовый сезон леда и снега. Харбинский международный фестиваль леда и снега и другие крупномасштабные мероприятия под зимним видом спорта. 9-й национальный сезон леда и снега также проводится на Харбинском карнавале леда и снега на реке Сонгари. К 11 проектам зимних видов спорта прошлого года мы добавили еще 8 видов спорта, такие как футбол на снегу, борьбу на снегу, керинг, ледовые простыни, ледко-трагун и так далее, достигнув в общесрочности 19 видов. Есть и футбол на снегу и другие виды развлечений, чтобы больше людей смогли принять им счастье и повеселиться более многолетно, чем раньше. Многие зимних альпийских чемпионов, которых я знаю, также из провинции Хинзян. Поэтому я думаю, что проведение провинции Хинзян подобных мероприятий на леду и снегу поможет в просветании ледовых и снежных видов спорта в Китае. Подготовка и проведение зимних альпийских игр и зимних альпийских игр в Пегине способствовали скачкообразному развитию ледовых и снежных видов спорта в Китае. В провинции Хинзян ледовые и снежные виды спорта продолжают развиваться стремительными темпами. В провинции было проведено в общей срочности 158 мероприятий на леду и снегу, в которых приняли непосредственное участие около 51 тысяч человек. Всё это побудило десятки миллионов людей заняться ледовыми и снежными видами спорта. По мере приближения к зимним олимпийским играм в Миране нужно постоянно двигаться вперёд, привлекать всё больше и больше людей к спорту и участию в нём. В будущем мы должны продолжать укреплять дух зимних олимпийских игр в Пегине, проводить широкий спектр массовых мероприятий по ледовым и снежным видам спорта, развивать соревновательный спорт и способствовать развитию зимних видов спорта.